Девушки отдыхают Нафиксировано 936 таких краж у жителей Верхневолжья. Взрывной рост. Под притрологом сотрудника оператора сотовой связи. Звонят гражданину, говорят, что я сотрудник сотовой связи, надо продлить ваш телефон, договор на него. Для этого мы сейчас вам пришлем смс. Приходит смс очень часто от госуслуг. Люди не обращают внимания, думают, что все же слышали, что где-то через госуслуги проверяют, еще что-то диктуют. И мошенник с помощью смс заходит в госуслуги гражданина. Оттуда, соответственно, происходит хищение персональных данных. Зачем преступникам нужны наши персональные данные? Это прямая возможность оформить займы в микрофинансовых организациях. То есть оно считается подтвержденным. Когда подтвержденный аккаунт, это считается как личное присутствие. С него можно подать заявку в микрофинансовые и получить кредиты. У большинства микрофинансовых организаций политика такая, что до 30 тысяч они оформляют в первый раз, практически ничего не требуя. Большие проценты им покрывают убытки. И, соответственно, если 6-7 микрофинансовых им одобряют кредит с аккаунта, то есть 180-200 тысяч мошенник получает. А еще персональные данные нужны для совершения классических мошенничеств. Когда звонит мошенник и говорит, что он сотрудник полиции, и вываливает всю информацию, которую он взял в госуслугах, паспорт, машины, водительские удостоверения, имеющиеся адреса места жительства, сейчас у многих все это есть. Соответственно, человек теряется, и он 100% уверен, что ему звонит сотрудник полиции или сотрудник банка. Потому что откуда он еще может все эти данные знать. Поэтому и дальше уже происходит классическая схема. Когда я получил полное доверие мошенник, он уже начинает управлять действиями гражданина, тот открывает ему все счета, переводит деньги и становится уже жертвой данного преступления. По данным полиции, в 99% таких преступлений доступ к своим персональным данным предоставляют сами потерпевшие. Если потерпевший, скажем так, осведомлен, знает, стрессоустойчив, то ничего с ним не случится, да, мошенники его никак не смогут обмануть, ни завладить персональными данными, ни денежными средствами. Более подробно о схемах кибермошенничеств мы поговорим в программе «Тема дня» во вторник, 16 апреля.